Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Неделя в Токио началась не очень хорошо. В ночь с 8 на 9 сентября на Токио налетел тайфун под номером 15, получивший название Фокусай. Тайфун оказался одним из сильнейших за все время наблюдения. Многие инфраструктуры Токио и ближайших городов парализовало. Тайфун – это разновидность тропического циклона, а само слово дословно переводится как «сильный ветер». В этот раз сила ветра достигала скорости в 200 км в час, сопровождаясь мощнейшим ливнем. Власти Токио и прилегающих территорий пока еще занимаются оценками ущерба. А я могу вам рассказать о разрушениях, которые принес тайфун под номером 15. Из-за сильного ветра и ливня встала работа практически всех железных дорог. Люди просто не могли доехать до работы или учебы. Перед входом на некоторые станции выстроились громадные очереди. Так перед станцией Цуданума в Чиби выстроилась очередь длиной в 2 км. Люди не могли не только сесть на поезд, но и выйти из него, так как поезда по несколько часов стояли на путях. В интернете появилась информация, что на линии Нанбу появился какашечный поезд. Так его сразу назвали пользователи Твиттера. Один из пассажиров не выдержал и совершил акт дефекации прямо в стоящем вагоне. Другим пассажирам от запаха стало плохо, а некоторых даже вырвало. Часть станций просто затопило. Было отменено 160 рейсов. Перестали ходить щенканцены между городами. В общем, веселого мало. Городской транспорт просто парализовало. Тайфун также оставил за собой множество разрушений. За городом упали несколько опор линий электропередач, отчего в Чиби начались проблемы с электричеством. В ядерном исследовательском институте, расположенном рядом с Токио, из-за тайфуна обрушилась башня охлаждения. Сообщается, что выброса радиоактивных веществ в окружающую среду не было, так как в башне не содержалось никаких радиоактивных материалов. Также в городе Ичихара, префектуры Чиба, на плавучей солнечной электростанции произошел пожар. Пожарные, которым понадобилось 2 часа на то, чтобы потушить возгорание, считают, что причиной пожара стал тайфун. Опять же, в префектуре Чиба компания Sony из-за проблем с электроэнергией приостановила работу на заводе по производству игровых приставок PlayStation 4, а компания Nissan приостановила работу на предприятии в префектуре Канагава из-за частичного затопления завода. Тайфун также опрокинул строительные леса как в Токио, так и в ближайших городах. Были опрокинуты грузовые контейнеры в порту, частично разрушено поле для гольфа, снесены столбы и еще множество-множество других разрушений. Десятки тысяч домов остались без воды и электричества. В некоторых местах перестала работать связь и интернет. Сообщается о двух погибших и нескольких пострадавших. Тайфун оставил после себя сильнейший зной. В некоторых районах Токио температура поднялась до 37 градусов. В общем, друзья, тайфуны в Японии – это не шутка. Не забывайте про них, когда планируете свою поездку в страну восходящего солнца. Тайфуны обычно обрушиваются на Токио в период с августа по начало октября. Больше новостей и последние подробности читайте в моей группе ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. До встречи в следующих видео. До свидания.